Когда Запад, они вводят санкции, у нас дома бывает праздник. Министерство финансов США ввело санкции в отношении главы Чечни из-за войны в Украине. В заявлении на сайте американского ведомства Рамзан Кадыров назван жестоким военачальником, который мобилизовал на войну чеченцев и получил за участие в российском вторжении звание генерал-лейтенанта. Минфин США также указывает, что связанные с главой Чечни военизированные подразделения действовали в городе Буча, Киевской области Украины, где после отступления российских войск в конце марта были найдены убитыми сотни мирных жителей. Вместе с Кадыровым под санкции попали и его официальные супругами Дни, а также Фатима Хазуева и Аминат Ахмадова, которых СМИ называли второй и третьей женами главы Чечни. Ограничения введены и в отношении трех взрослых дочерей политика – Айшат, Карины и Табарик. Айшат Кадырова возглавляет Республиканское министерство культуры. Минфин США также ввел санкции против учрежденного ею модельного дома Фердаус. Карина Кадырова является руководителем департамента дошкольного образования в мэрии Грозного. Третья дочь Кадырова – Табарик, как утверждает сам глава Чечни, занимается бизнесом. Еще один родственник политика, оказавшийся в новом санкционном списке – это его двоюродный брат Турпал Али Ибрагимов, министр имущественных и земельных отношений Чечни. Министерство финансов США заявило, что Рамзан Кадыров накопил огромное состояние благодаря близким отношениям с президентом России Владимиром Путиным. По данным американского ведомства, у главы Чечни есть дом в Объединенных Арабских Эмиратах, частный зоопарк, дорогие личные автомобили и денежный фонд, который он использует в незаконных целях. Вероятно, речь идет о фонде имени Ахмата Кадырова, руководителем которого значится мать главы Чечни и против которого ранее уже были введены санкции США. Для Рамзана Кадырова это четвертый пакет санкций. Первые ограничения в отношении него в 2014 году ввел Евросоюз. Они тоже были связаны с Украиной, а именно с аннексией Крыма и поддержкой сепаратизма на Донбассе. В 2017 году Минфин США внес Кадырова в список Магнитского, указав, что глава Чечни несет ответственность за грубые и систематические нарушения прав человека, в том числе за пытки и внесудебные казни. По той же причине в 2020 году санкции против Кадырова ввели Государственный департамент США и Великобритания. Наконец, весной 2022 года чеченский политик был внесен в санкционный список Японии из-за участия в войне против Украины. Очередные ограничения Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале. Он утверждает, что они ему ничем не угрожают. Мне очень смешно, да, потому что, да, я никогда, да, не буду, да, иметь отношения с Америкой, да, и ездить или там у меня нет, да, счетов, у меня нет ничего за границей, да, но, кроме друзей этого. Санкции Минфина США предусматривают запреты на въезд в страну, владение имуществом на ее территории и использование американской финансовой системы. В декларациях Кадырова действительно не указаны какие-либо активы за границей, однако, по данным СМИ, он может владеть ими в Объединенных Арабских Эмиратах и других странах на Ближнем Востоке через подставных людей, которые теперь тоже могут попасть под ограничения из-за так называемых вторичных санкций. О том, как работает этот механизм, по просьбе «Кавказ-реалии» объяснил Илья Шуманов, директор российского отделения Международной неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International. Вторичные санкции – это ограничения, которые накладываются на организации физических лиц, финансовые институты, которые помогают обходить санкции каким-то лицам, попавшим в санкционные списки. То есть турецкий банк, открывающий счет россиянина, который попал под санкции, рискует тоже оказаться в санкционных списках. Исходя из этого, как правило, и финансовые институты, и контрагенты во всем мире отказываются от кооперации, взаимодействия с теми лицами, которые попали на санкции США. Что рискует потерять Кадыров, если вторичные санкции будут действовать? Точного ответа на этот вопрос нет, но чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев в комментарии для «Кавказ-реалии» заявил, что речь может идти именно об активах главы Чечни в Объединенных Арабских Эмиратах. Там же, как отметил Янгулбаев, находится бизнес и счета, попавших под санкции жен и дочерей Кадырова. Кадыров, конечно, пафосно говорит о том, что на него никак не повлияют эти санкции, однако в Чечне является общеизвестным фактом, что он владелец большого имущества, движимого и недвижимого в Объединенных Арабских Эмиратах. И самое важное, почему под санкции подпадают его жены и дочери, потому что они являются владелицами бизнеса, то есть основной капитал, что наличных денег, что без наличных денег, разных депозитов, и активов, а также именно активного бизнеса и пассивного бизнеса, у него сосредоточен как раз-таки в Объединенных Арабских Эмиратах. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео и подписывайтесь на Кавказ Реалии, чтобы быть в курсе главных событий на Северном Кавказе.